Начинаю смотреть. Мир Дюны. Запись включил. После того, как нас в сутки поштырило. Еще не отпустило. От плевка червячка. От блевотинки червячка большого. Смешно. Ладно. Дима обиделся. Ему плохо. Бедняжки, а мы дружем. Мы сегодня ему позвоним и скажем, что Димочка, мы тебя любим. Извините, надо. Убойная штука. Кристальчики. Вот я вижу кристальчики и вижу именно плевок. Ну не знаю, почему я так вижу. Вода, скажем так. На Д верно. Там в книге Шадам, а на самом деле это худом какой-то. Ты кричит, да, император имя. Попробую именно, попробую язык вспомнить. Технологии. Нет, именно я не помню. Там и язык какой-то. Вот вроде бы человеческий, но какие-то щелкающие звуки немножко. Не знаю, какой язык на земле, вот немножко похож фонетически на него. Или вот как-то вот звучит... Ну ладно. Не могу сказать. Быть женский. Что помнишь? Ну а я тебе должна сказать, что я не могу сказать, что у меня там большие познания были в женском. Будьте. Я помню, где я жила, я помню ту комнату, я помню какую-то гигиену. Это как я и вчера тебе рассказала, что там как камеры такие, как вот для загора, допустим, камеры, только там чем-то тебя обдают. Это вместо душа купаться было некогда. Вот только вот так принимать этот душ, как сухой, не знаю, сухая пара. Но оно не горячее такое было, оно наоборот охлаждало, вот немножко как с ментолом. И как, знаешь, немножко такое, как жирноватая кожа была, как после глицерина, что оно не прилипало потом, оно как скатывалось все. Ну вот как-то так. А еще какой быт. Чем там занимались, я не помню. Я помню, лазила туда-сюда. Под этим куполом было достаточно скучно, потому что это было, но все равно закрытое какое-то пространство, не слишком большое. Ну то есть это не то, что там заперет, как в тюрьме, можно было ходить, там кварталы, там какой-то город был. Но это было на уровне одного города, одного какого-то, ну даже не мегаполис, просто большой город. Он был полугрязный и полу, это было странно, но он был как, как тебе сказать, он и технический был, и полу такой какой-то не очень развитый, я бы сказала. Но на уровне, как у нас в Азии сейчас, скажем так, есть и мегаполис, и трущобы, и практически все рядом. Примерно вот такой быт. Помню, ходила одежду, помню. Касты, возможно были не касты, а все-таки разделение, но я знаю, что я родилась в той семье, где, скажем так, но достаток какой-то был, это было выше среднего. Отец у меня был как, ну не знаю кто, управляющий там он был или кто, или в этом городе, или где, но я помню, что были какие-то люди, которые вот обустраивали именно наш быт. Что интересно, я абсолютно не помню свою мать, ну не могу вспомнить отца, помню хорошо, а вот ее не помню вообще. Какую роль она, ну, играла в моей жизни, воспитывала ли там матери, или в моей именно жизни этой матери, я не помню. Я абсолютно не помню ни связи, никакой родительской с отцом, да, с матерью почему-то не помню. Другой статус женщин, я бы сказал, более правильный, но сейчас феминистки меня закидают тапками, да. Не могу сказать ничего, хотя я не могу сказать, чтобы я была как-либо ограничена. Я помню какие-то разговоры, и прогулки, и встречи, это все в моей юности я не была там закрытой. Я себя помню примерно от уровня пятилетней девочки, да. Вот единственное, что я запомнила, волосы такие грязноватые, да. Похожа на себя сейчас почему-то, или это меня так фантазией дорисовывает. Но если я смотрю на себя со стороны, да, похоже немножко. Может черты немножко другие, или кожа более, ну не такой оттенок немножко, но в принципе. Технологии какие-то, чем пользовалась? Коммуникации какие-то? Коммуникации? Была связь, это был не телефон, а просто как можно было говорить и видеть лицо. Это было, можно было разговаривать. Как? Где видеть лицо? Я вижу это как вот дисплей какой-то, он опускался, вот так поднимался, вот так вот и все. Что-то было как можно было как по телевизору поразговаривать, если что-то привычное к нашим, скажем так, коммуникациям. Это не так, как телефон маленький, оно было большое, его с собой не носили, его оставляли в комнатах где-то. То есть я не понимаю, по-моему, я не помню, но по-моему такого приспособления, как ходить и носить с собой рации, такого не было. Или какого-то телефона, такого устройства я не помню. Может это и было, но отказались, да, может не знаю почему. Что помнишь о том мире? Прошлые легенды, предсказания? Да, предсказания были, две части предсказаний были. И это я хорошо помню, что они были. И мне говорили, что что-то там предначертано постоянно, я смысла не помню. Но было именно про предрасположенность во второй части, которую я не могла понять долго, пока что-то не произошло. И тогда я поняла о предначертаности, вот какое слово, оно похожее на наше, скажем так. Это помню. Образование какое-то было, скорее всего, это не школа были, но как кто-то меня учил, Тимут. Какой-то человек, который рассказывал, молчать. Обязательно. Это очень важное умение для женщины, просто первоочередное, и ему не учат. Нет, меня в силе какие-то были множественные, жалко я забыла эти знания, я абсолютно забыла, Илья, но не могу ими пользоваться. Но там было много-много молчания, и красноречивое, и скорбное, и еще какое-то, и еще какое-то. Все эмоции можно было выражать через молчание. Я уж не скажу, всех ли этому обучали, или только женщин. Я уж забыла, да? Уверена. Да, я поняла, о чем ты. Эх, талант не пропью. Да, очень глубоко вошли в умения. И гримаски. Ну да. Действительно. В боевых действиях женщины не участвовали? Нет. Печально, даже не знаю, что тебе спросить тогда. В боевых действиях женщины не участвовали. Я помню какое-то подобие армии, или какое-то подобие лагеря, это я помню. Я помню, как это умерло, вот и все. И как ты умерла? И я хотела. Подожди, а почему это я такое хотела? Почему? Можно было заглянуть за подол, можно было подняться вверх и не возвратиться. И тогда полностью человеческая душа должна была раствориться и там остаться. Я хотела, чтобы моя душа растворилась и там осталась. Я полезла туда за этот подол, чтобы умереть и чтобы там остаться навсегда, не возвращаться. Я не возвратилась в тело. Тело осталось там. Сколько тебе было лет? Не знаю, молодая девушка, нет, детей не было. Молодая я просто не смогла раствориться, как человеческая душа. Не совсем человеческая душа была, знаешь, не на том немножко. В вибрациях уровня более крепкая, что ли. И я осталась как душа. А в основном туда нельзя было ходить никому за этот подол. Молодая была совсем на уровне, не знаю, 18-20. Но вот если не младше, наверное, нет, наверное, 17-18. Вот такой возраст, наверное, был. Да, я помню, это я специально приняла то, что нельзя было принимать. Это был способ самоубийства, Илья. Ну, а зачем? Ты записываешь, да? Как бы это так сказать? Там уж как есть. Ну. Что я натворил? Ты сказал, что тебе нужно наполняться, и ты уедешь. Угу. У тебя другие необходимости. Ты будешь связывать свою жизнь там, а меня будешь помнить просто. И я должна остаться тут, потому что у тебя борьба, и для борьбы нужны другие горизонты. И я поняла, что ты просто уйдешь к кому-то. Я не знаю. Ты так понимаю? Ну, я не знаю. Я сейчас считываю то, что я тогда думала. И я просто подняла вторую часть предсказания, что такое предрасположенность или предначертанность. и я поняла, что лучше всего будет, если пропадет душа. И поэтому пошла туда, куда нельзя ходить смертным. Я думала, моя душа там растворится, и больше не будет. И так не получилось. Удивительно, да? Да. Напоминает ситуацию какую? Тысячу и одну ситуацию напоминает. Ничего. Ничего. Ничего новее я не придумала. Всего-то надо было подождать. Как и коту, как и Как и тысячи других. Вспомни. Ни хера не могу. Ну, не тысячи дальше война была. Без тебя. Потом да, без меня. И потом просто ты сказал, что мне там не место. И у тебя другие. Ты должен наполниться чем-то другим. Уйти на другие уровни. И я не должна тебя держать. Но я и не держала. И себя тоже не держала. И себя тоже, да. Просто я это слышала раньше, что ничего не изменишь, и поэтому пришлось. Откуда этот голос идет, что ничего не изменишь? Это было пред... Вспоминай, нет, 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 изнутри. Смотри, это не твое. Это было предзнаменование такое, я его знала с детства. Первые части, второе. Первое мне нравилось, а второе я отбрасывала. В первой была встреча, а второе о том, что ничего не изменится никогда. И я не понимала, что такое никогда. А потом, когда я поняла, я решила просто перейти ту черту, которая нельзя было смертным переходить. Потому что я если заглянешь, если заглянешь слишком высоко, растворяешься, не возвращаешься никогда в тело и в сознание и душа не возвратится. Поэтому стиралась душа полностью, растворялась на мне какие-то остальные. Потом я ушла в другую вселенную вроде бы. Когда я смогла выйти оттуда, какое-то время блуждала там, как среди. Не знаю, странное пространство много-много, как я это воспринимала почему-то как шторы или занавески, вот что-то белое и раздвигала, раздвигала, выход искала и не знала куда пойти. Я была удивлена, почему я не пропала, потому что моим желанием тогда было раствориться там где-то, а так не вышло. Не впервые. Нет, настолько глубоко, скорее всего, только второй раз. до этого. Да. Не блуждал у меня в первой. Что, чтобы делать? Да. Где вот эта установка потеряться, раствориться? Смотри. Где эта апатия? Ничего не изменишь? Никогда. Смотри, откуда это идет. Это же идет из одного места. Ну, тогда это было из стишка, который я знала где-то. Стишок кто с моей запустил? Вот эти бабы. А баб кто? Там они должны были сделать клона, чтобы в него пересадить душик королевишны. Они должны были сделать идеальное тело для нее. Просто принять. А откуда это на далекой планете? Название планеты примерно тоже не помнишь? Нет, не помню. Никакие названия не идут. Язык тропы. Просто символы и помни смысл. Хорошо. что было потом после твоего ухода можешь посмотреть уже так отсюда. Тебя тоже разбили через какое-то время или что-то произошло. Ты там почитаем на тебя били разбили ты пропал там. Ты там недолго был. Это не знаю. Не хотела принимать информацию никакой. Хотела убежать подольше. Дальше не получилось следующая вселенная. Не очень далеко. Это какая? Это. Там было чуть левее. Да. в тебя была какая-то миссия и ты женщина и не знаю положение какое-то это было. Что за женщина? Не знаю какая-то женщина была с которой и ты там был связан. Ты говорил, что это понарошку. Ну, как понарошку? Что это для дела? Да. Смотри, кто он? Кто у него? Папа. Те нужно было что-то принять там подглавить что-то. Ну, что же? пинге середки эти ведьмы что сбежали? Сюда как они очутились? Перебивались? Не получилось сделать то, что они хотели. Не хотели служить королеве, а тебе нужно было помешать этому плану. Ты пошел туда для того, чтобы уничтожить союзников королевы. Если бы она обзавелась такими могущественными союзниками, тебя бы не получилось ее разбить. А эти женщины, они могли под себя перевернуть еще одна вселенная, но вселенная уже слишком хорошо развита. Это не те вселенные, которые были раньше. Это было уже повыше и как ворота какие-то. Не знаю какие ворота тебе необходимо было в те полом все как обычно. Так вот, как я их прогнал-то? Как они перепрыгнулись с нами? Они как-то переместились. Как? перепрыгнули ведьмы. Их было не очень много. Несколько десятков всего. Посмотрим механизм. Так же как я решила раствориться. Они могли таким образом путешествовать. Только тело их осталось там, а сознание вселилось куда-то. она их просто забрала к себе. И потом был бой. И сюда выбросила честь. И она побежала. И их сюда выбросила в эту вселенную. смотрит где что за бой и как выбросила. Почему? Там взрыв был, планета взорвалась. Не та, на которой я была. Другая рядом. Она была выбрана как плотарм для боя. И она взорвалась. И просто от взрыва выбросила. Тогда не было между планетами, как теперь между вселенной и как теперь таких барьеров. Тогда можно было проходить между вселенными и покажите ням, пусть кого смогут поймают. Взрыв моменты вот эти ведьмы летят. Их немного. Два десятка, но вот такое количество. 14 сюда долетят, потом будут разрушаться. Хотела сказать, что они все долетели. Некоторое количество не смогли, как их разорвало на куски почему-то вот при взрыве том. А остальные сюда прилетели и тут она их подселила к своему народу. Они должны были идти как в то. Вот тот народ, который был выбран ею для управления другими. И она именно в те семьи они могли внедриться. Она их туда как направила. Все семьи и они становились теми, кто основательницы этих семей каких-то. двоих почему-то не получилось тут прижиться и осталось из 14 и наверное 12 только те, которые тут смогли продолжить свое существование. Ну вот так. Теням первых 14 показать. пусть они учились сатанизмом. Они как от них пошло это. Они учили мужчин и мужчины дальше это. Они как нашептывали. И от них пошло зарождение сатанизма на земле на этой. Вот откуда магия извращенная вот вот именно сатанизм. да, это вот жертвоприношение и все. Они же свои тела там оставили как жертву и переместились сознанием в рой. потом таким же образом здесь пытались вот убивать осознание в рой направляли души в рой направляли. Проделывали то, что когда-то они сами с собой сделали. Но только это было их добровольно, а людей они убивали. Это я основе жертвоприношения просто. Ну вот в начало самое посылает диагностов пусть тем души, которые идут в рой идут с диагностами с защитой. Будет колбасить строй. Да. Хорошо. Ну а всех сатонистов тенем. Их и всех кого они обучили. Всех всю родню покажите мне все кто такое делал делает забирает после смерти тенем вниз. Хорошо. Прорвемся немножечко в ... Продолжение следует...